добрый день у нас в студии ли он мазин на руководитель общины возвращенной на сион из города хайфа израиль сегодня существует много к счастью наверное общин мессианских как в израиле так и за рубежом а если у них между собой согласие если да то в каких вопросах если нет соответственно то в каких вопросах окей спасибо за вопрос политическая карта израиля очень пестрая подобная карта и в мессианском израильском мире знаете я был лично убежден всего лишь несколько месяцев назад что в израиле примерно 100 120 мессианских общин недавно мне один человек сказал который делал исследования скоро будет книга на эту тему и я не хочу опережать события но он сказал мне что в израиле больше 200 мессианских общин и их численность разная от некоторых которые достигают даже 500 человек до 3 и там где то есть 300 человек основная масса общин 40 50 человек то есть маленькие небольшие общины есть такие которые побольше 100 120 150 их мало но в основном 40 50 человек и если солидарность или я думаю что в нескольких основных вопросах солидарность безусловно есть первое истина вот этого слова непоколебимая то есть танах и новый завет да вера в спасительную миссию и еще а машиаха и что он является дверью к небесному отцу и в самого небесного отца то есть это как бы базовое призвание народа израиля нужда в провозглашении имени и шо в эрец израиль с харизмой с помазанием с целью чтобы каждый услышал и сделал свой выбор я думаю в этом есть концензус есть много различий от тех которые являются почти по спектру очень похожими на церкви в диаспоре там протестантские харизматические пятисянческие баптистки я не в коем случае не говорю это с критикой но оставили это может некоторые изменили слова вместо иисус говорят ешуа и этот спектр двигается в правую сторону почти до таких там где ну уж супер синагога и дальний образ всего и опять-таки тех кто справа и тех кто слева их очень мало основная часть таки более централизованного и тут тоже есть целый ряд различий ну различия не могут не быть некоторые пришли в веру через какие-то другие христианские мессианские заграничные организации там есть вера в восхищение до во время после период скорби до во время после в антихриста миф личности личности это да ну короче говоря важно соблюдение таких-то традиций таких-то или не соблюдение мы под благодатью нет мы должны исполнять митвот и это все вещи которые разнятся я вам хочу сказать что с божьей милостью ну вот мы пытаемся в русскоязычном мире собираться примерно руководителями двадцати-тридцати общин и там тоже есть целая диверсия диверсити на видов как люди подходят к богу но думаю вот это вот основное что мы все согласны с позиции непоколебимой спасение еще во вторитете свеченных писать священных писаний в том что одна и луга и на дуна и хад в том что в это время мы должны благоветствовать израиль а все остальное можно ставить на более низшие уровни и избегать этих разногласий и вы знаете что я еще одну вещь заметил даже те которые на каком-то этапе своего развития общины или неважно congregations уходят или в ливизну или в провизну все-таки я заметил на каком-то этапе бог все равно выравнивает и через разные угловые точки проходят практически все практически все и постарай руководители общин и и все такое и я думаю что здесь главное воздержаться от резких критик и главное чтобы мы могли удерживаться в зоне характера машиаха больше прощать и больше слушать чем больше кого-то атаковать и этот вот и опять таки здесь тоже возраст имеет значение когда себя 25 30 35 ты такой более напористый потом ты начинаешь быть более мягким по крайней мере я понимаю что таким нужно становиться ну вот это вот спасибо спасибо леон мазин с нами из общины возвращенный на сион хайфа израиль увидимся следующий раз